В Приисковом рядом со сноубордистами сошла лавина. Никто не пострадал, но любителям лыж и снегоходов нужно быть внимательнее. Как сообщают в группе горнолыжного курорта, лавины в районе не редкость и в этот раз рядом с местом схода были люди. Напомним, в ноябре 2019 года в Приисковом в лавине погиб турист из Татарстана. Магазинную кукурузу из Узбекистана, которые отравились трое красноярцев, официально признали опасной для жизни и здоровья, сообщает главный санитарный врач края. В отварной кукурузе в вакуумной упаковке производства ЭИМ Шемшот обнаружены вредоносные бактерии, выделяющие токсин. Всю продукцию компанию изъяли из магазинов, она будет уничтожена. Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся по пути из Красноярска в Богучаны. 30-летний водитель начал объезжать автомобиль Шевроле Нива, который поворачивал налево, но не справился с управлением и упал в кювет. В автобусе находились 36 человек, 14 обратились за медпомощью. У всех пострадавших состояние средней тяжести. В Красноярском солнечном бродячие собаки растерзали лису. Ее труп нашли прямо у себя во дворе жители микрорайона. Судя по камерам видеонаблюдения, на зверя напали сразу несколько бездомных собак. Жители уже вызвали специалистов, которые проверят погибшего хищника на бешенство. На муниципальной базе Эдельвейс в Ергаках сгорел домик. Огонь тушили почти три часа. Пострадавших нет. По некоторым данным, базу собираются реконструировать. Она подведомственна Красноярскому центру спортивных клубов. Во всех восьми домиках там печное отопление.